Футурм Примум Индикативи Активи Эд Пассиви, то есть будущее время изъявительного наклонения действительного и страдательного залогов, отвечает на вопросы, что сделаю, что буду делать. У глаголов первого и второго спряжения в Футурм Примум Индикативи образуются от основы инфектум с помощью суффикса «б» соединительных гласных и личных окончаний активи и пассиви. Примечания. В страдательном залоге – Оррис Тур, Мур Мини Нтур. Употребляются следующие соединительные гласные и краткое перед М, СТ, У перед Н, Э краткое перед Р. Также следует не забывать, что основа инфектум определяется по первой основной форме. В первом спряжении окончание О заменяется на А долгое, в остальных спряжениях окончание О отбрасывается. Например, «Ляудо» первое спряжение «Хвалить». В Футурм Примум Индикативи Активи. Первое лицо «Сингулярис» «Ляудабо» «Я буду хвалить, я похвалю». Второе лицо «Ляудабис», третье «Ляудабит». «Люралис» первое лицо «Ляудабимус», второе «Ляудабитис», третье «Ляудабунт». В Футурм Примум Индикативи Пассиви. Первое лицо «Сингулярис», «Ляудабор», «Я буду хвалиться кем-то, меня похвалят». Второе лицо «Ляудаберис», третье «Ляудабитур». «Люралис» первое лицо «Ляудабимур», второе «Ляудабимени», третье «Ляудабунтур». Глагол «Доцио» второе спряжение «Учить, обучать». Основа инфектум «Доция». В Футурм Примум Индикативи Активи. «Сингулярис» первое лицо «Доцебо», «Я буду обучать», «Я обучу». Второе лицо «Доцебис», третье «Доцебит». «Плюралис» первое лицо «Доцебимус», второе «Доцебитис», третье «Доцебунт». В Футурм Примум Индикативи Пассиви первое лицо «Сингулярис», «Доцебор», «Я буду обучаться кем-то, меня обучат». Второе лицо «Доцеберис», третье «Доцебитур». «Плюралис» первое лицо «Доцебимур», второе «Доцебимени», третье «Доцебунтур». У глаголов третьего и четвертого спряжения в Футурм Примум Индикативи образуются от основы «Инфектум» с помощью суффикса «А» в первом лице «Сингулярис», суффикса «Эдолгэ» в остальных формах и личных окончаний «Активи» и «Пассиви». Примечание. В первом лице «Сингулярис» в действительном залоге – окончание «М», в страдательном залоге – окончание «Р». Таким образом, для глаголов третьего и четвертого спряжений употребляются следующие личные окончания в действительном залоге «МСТ», «МУС», «ТИС», «МТ». В страдательном залоге «Эр Рис Тур», «Мур Минин Тур». Например, «Скрибо» третье спряжение «Писать», основа «Инфектум» «Скриб». В Футурм Примум Индикативи Активи «Сингулярис» первое лицо «Скрибом» «Я буду писать, я напишу». Второе лицо «Скрибес», третье «Скрибет». Плюралис первое лицо «Скрибэмус», второе «Скрибетис», третье «Скрибент». В Футурм Примум Индикативи Пассиви «Сингулярис» первое лицо «Скрибар», «Я буду описываться кем-то, меня опишут». Второе лицо «Скриберис», третье «Скрибетур». Плюралис первое лицо «Скрибэмур», второе «Скрибэмени» и третье «Скрибентур». Глагол «Аудио», четвертое спряжение «Слушать», основа «Инфектум» «Ауди». В Футурм Примум Индикативи Активи «Сингулярис» первое лицо «Аудиам», «Я буду слушать, я послушаю». Второе лицо «Аудиэс», третье «Аудиэт». Плюралис первое лицо «Аудиэмус», второе «Аудиэтис», третье «Аудиэнд». В Футурм Примум Индикативи Пассиви первое лицо «Сингулярис», «Аудиар», «Я буду слушаться кем-то, меня выслушают». Второе лицо «Аудиэрис», третье «Аудиэтур». Плюралис первое лицо «Аудиэмур», второе «Аудиэмени», третье «Аудиэнтур». Глагол сумм эссе «быть» в футурум примум индикативе спрягается следующим образом. Сингулярис – первое лицо – эру, второе лицо – эрис, третье – эрит. Плуралис – первое лицо – эримус, второе – эритис, третье – эрунт. Глаголы, производные от глагола сумм эссе с помощью приставок спрягаются аналогично. Например, абсум абэссе – отсутствовать, приставка – аб. Сингулярис – первое лицо – эру, второе – эрис, третье – эрит. Плуралис – первое лицо – эримус, второе – эритис, третье – эрунт. Поссум посе – мочь. Сингулярис – первое лицо – эритис, третье – эрит. Pluralis – первое лицо Poterimus, второе Poteritis, третье Poterund. На данный момент вы познакомились с двумя группами личных окончаний – активи и пассиви. Личное окончание активи. Сингулярис – первое лицо O или M, второе S, третье T. Pluralis – первое лицо Mus, второе Tis, третье NT. Личное окончание пассиви. Сингулярис – первое лицо Or или R, второе Ris, третье Tur. Pluralis – первое лицо Mur, второе лицо Mini, третье NTUR. Примечание. В первом лице сингулярис окончания «м» «р» употребляются после суффикса оканчивающегося на гласный, окончания «о» «ор» в остальных случаях. Например, глагол «доцио» – второе спряжение «учить». Основа «инфектум» – «доция». В презенс-индикативе образуется от основы «инфектум» без всяких суффиксов. Таким образом, поскольку у нас нет суффикса оканчивающегося на гласный, мы употребляем окончание «о» «ор». Получаем, соответственно, «доцио» и «доциор». Имперфектум-индикативе данного глагола образуется с помощью суффикса «ба». Этот суффикс оканчивается на гласный, поэтому мы употребляем окончание «м» «р» – «доцебам» «доцебар». В футурм-примум-индикативе данного глагола образуется с помощью суффикса «б». Этот суффикс не оканчивается на гласный, поэтому употребляем окончание «о» «ор». «Доцебо» «доцебор». Возьмем еще один глагол «скрибо» – третье спряжение «писать» основой «инфектум» «скрибо». В презент-индикативе суффикс отсутствует, поэтому употребляем окончание «о» «ор». «Скрибо» – «скрибор». В имперфектум-индикативе для третьего спряжения употребляется суффикс «эба». Он оканчивается на гласный, поэтому используем окончание «м» «р». При образовании в футурм-примум-индикативе для данного глагола мы используем суффикс «а». Он оканчивается на гласный, поэтому употребляем окончание «м» «р». «Скрибом» «скрибор». Субтитры создавал DimaTorzok